А сейчас о событиях в нашей стране. На востоке республики, в поселке Новая Бухтарма, к концу года завершится строительство нового здания для единственной там казахской школы. Уже через три месяца запланирован запуск объекта. Мы ранее рассказывали, в каких условиях приходится учиться детям в нетиповом помещении бывшего детского сада, где больше полувека не было капитального ремонта. Но скоро проблему обещают решить. Наша коллега Анелия Сембердина расскажет подробности. Узкие коридоры, низкие потолки, обвалившиеся кирпичи под окнами. В таких условиях сейчас обучаются 130 детей в поселке Новая Бухтарма. Это единственная школа, где можно получить здесь образование на госязыке. Желающих знать казахский много. Есть учащиеся самых разных этносов. Но большинство пугают старое здание и оборудование. Капремонта тут не было 50 лет. И только усилиями коллектива к сентябрю школа съедет новыми красками. Правда, хватает этого ненадолго. Поэтому трещины скрывают под баннерами. Проблему и родители, и учителя поднимали много лет подряд. И, наконец-то, дождались решения. Новое здание уже строят. Первоклассник Рамазан Магауя с нетерпением ждет переезда, как и все его друзья. И проектировщики об этом подумали. Строющееся здание рассчитано на 200 мест. Большое и светлое. Комфортно в нем будет и ученикам, и педагогам. Говорят подрядчики. Вот смотрите, какая толстая стена у нас. Помимо стены еще идет утеплитель 20 см. Школа будет теплая и надежная. А еще ее оснастят самым современным оборудованием. Компьютерными классами, спортивными залами и площадками. Сейчас выполнено уже 80% работ. Идет отделка внутри здания. Задача – успеть до конца декабря. Стараемся. Рабочие дни у нас ненормированы. И суббота, и воскресенье. Весь первый процесс идет. Если ребята устают, меняемся. То есть у нас вахтовый метод. Потому что наша организация находится в городе семьи. Директор школы Ирлан Жан-Пиисов постоянно контролирует процесс стройки. В старом здании он уже устал бороться с протечками, плесенью. Поэтому следит за качеством в новом. За одной учащихся у нас станет больше. Есть даже желающие переехать из соседних районов, чтобы учиться в современных условиях. Семь семей уже подали нам заявки. Открытие школы ждут не только учителя-дети, но и их родители. Школа станет настоящим украшением туристического поселка, как говорят и местные жители. К слову, за 10 лет это первое учебное заведение в районе Алтай, строящееся с нуля. Анна Лисенвердина, Жгиря Памаканов, Восточно-Казахстанская область, 24КЗ.